Молодёжь – фундамент будущего страны. Такое мнение выразили участники встречи. Спикеры отдельно остановились на теме нынешней политической кампании. Представители городских общественных объединений встретились с молодёжью. Председатель Бобруйского городского совета ветеранов обратила внимание собравшихся на то, как важно 9 августа сделать правильный выбор. Напомнила, как страна преодолела трудности 90-х, постановилась экономика, удалось достичь разнообразия рабочих мест и высокого уровня безопасности. Такие встречи между поколением старшим и поколением молодым, они очень важны. Тем более накануне такого большого политического события, как выборы президента нашей республики. Вы знаете, вот говорят, что молодёжь политически не заинтересована, политически не подкована. Молодёжь всё понимает, знает. И просто так её увести куда-то в сторону будет очень сложно. Участники встречи задали вопросы и высказались на волнующие темы. Сотрудница Белшины Ирина Клочкова также напомнила, сколько в стране сделано за последние годы, и отметила, что важно сохранить это. Встреча прошла в такой форме открытого диалога, непринуждённой форме. И, конечно, хотелось сказать, выразить своё мнение. Молодёжь в наше время настолько подвержена всему влиянию интернета, что формируется неправильное мнение. Я считаю, что люди, которые взрослые, Совет ветеранов, они должны донести, показать, рассказать молодёжи, как это было, чтобы на самом деле они поняли всю ценность того, к чему мы пришли. Открытый диалог состоялся по инициативе Союза молодёжи. По словам организаторов, подобные встречи проходили и раньше. Молодёжь может активно высказать своё мнение. И очень радует, что она сегодня не боится этого делать. И, исходя из наших диалогов, таких открытых, мы видим, что на сегодняшний день молодёжь всё-таки понимает, что она и понимает и разделяет курс развития нашей страны. Участники встречи также обсудили достижения в развитии города и страны, уровень занятости и безопасности. Предложили создать в Бобруйске высшее учебное заведение. Анастасия Пахлёстова, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.